Кенан, пожалуйста, не задавай больше вопросов. Послушай, я и Азизу сказала, отец Хазал халил. И давай закроем эту тему. Не надо об этом знать, Хазал. Хорошо, я понял, будь по-вашему. Но если захотите поговорить, я всегда буду рядом, чтобы вам помочь, знаете это? Я знаю, спасибо. Спасибо. Кенан, а мы с Хазал открываем ресторан. Сейчас как раз идем место смотреть. А, так в Урал решил в ресторанный бизнес войти? Нет, он здесь ни при чем. Только Хазал и я. У него мы не возьмем ни копейки. Извините, не обижайтесь, но это просто невозможно. Хазал не справится сама. Муж ей этого не позволит. Так или иначе, но точно будет ее контролировать. Почему-то я сама не справлюсь. Ты подслушивала? Я случайно услышала. Так, по-твоему, я не справлюсь? Конечно, нет. Я знаю о твоих способностях. Вы просто выбросите деньги на ветер и останетесь ни с чем. Кенан, сынок, она сама это предложила. Они с Уралом договорились. Дочка сказала, что не будет работать в компании, нравится им это или нет. Она хочет быть независимой и не брать деньги у мужа. Поэтому мы решили работать с ней вместе. Вот и все. Звонок Азиз. Не буду больше вас задерживать. Позже поговорим. Удачи вам. Что ты скрываешь от меня, мама? О чем вы говорили? Ни о чем. Он услышал, что я уволилась с работы. Спросил, почему. Я ответила, что не поладила с владельцем. А кто владелец? Ай, оставь это, милая. Какая разница? Идем. Посмотрим помещение под наш ресторан. Алло. Извините, не мог ответить. Ты где сейчас? Мы тут динамит подбрасываем в компанию Демираглу, а тебя нет. У меня было очень важное дело. Что может быть важнее этого? Я ездил поговорить с Мелек. Думал, узнаю, что это прохозал для тебя, но не получилось. Спасибо, дорогой. Спасибо. Это дело теперь на мне. Я все сделаю, чтобы раскрыть правду. Другого пути нет. Женщина, которая говорит, что бросила меня ради денег, даже не хочет прикасаться к ним. То есть у нее нет ни машины, ни бриллиантов на шее. До сих пор носит черную жемчужину, что я ей дарил. Я не могу понять. Вот если бы развеять сомнения, то и моя ненависть исчезла, но не получается. Послушай меня. Говорят, что улыбка – это отражение человека. Красиво улыбающийся, красиво любит. Эта девушка вовсе не из тех, кто может бросить любимого ради денег. Я думаю, тут что-то другое. Тебе нужно еще раз поговорить с ней, иначе сомнения изведут тебя. Ты не сможешь стать счастливым. Спроси ее. Я спросил, даже накричал. Но она все твердила одно и то же. Значит, ты спрашивал одно и то же. Задай другой вопрос. Почему ты меня бросила? Почему ушла к другому? На такие вопросы у нее нет ответов. И о чем же спросить? О черной жемчужине. Раз ты меня не любишь, раз между нами ничего не осталось, тогда сними и отдай ее. Посмотрим, отдаст ли. Эта жемчужина разве не символ вашей любви? Расстанется ли она с ней? Честно говоря, у меня есть надежда. Я ради тебя это говорю. Не спеши. Забудь пока про женитьбу. Но разве не ты женился на другой, когда любил Мелек? После Мелек я никому свою душу не открывал. Ты посмотри прямо у берега. Очень красиво, не так ли? Прямо как я хотела и мечтала. Хорошо, а сколько стоит аренда? Двадцать тысяч. И за два месяца вперед. А комиссионными мы поможем. Это очень дорого. Мы не потянем. Да, многовато, дочка. Ладно, не судьба, значит. Моя визитка у вас есть. Если передумаете, позвоните. Да, конечно. Хорошего дня. И вам. Тебе очень понравилось. Говорю же, как и мечтала. Но ничего, найдем дешевле и красивее. Конечно, найдем. Мы поговорили с адвокатами. Они подтвердили. Корабль был отправлен к причалу во Франции. Нет способа вернуть его обратно. К сожалению, это невозможно. А как же новые договоры? Мы можем их отменить? Покупка нового корабля очень усложнит наше финансовое положение. Госпожа Джанан, нужно будет отменить около половины договоров. И за каждый выплатить неустойку. Это не выход. То есть, если честно, это можно назвать банкротством. Я уже очень устала. Я тоже. Давно я столько не ходила пешком. А помнишь, как мы с тобой ходили на рынок? А по дороге покупали булочку? Ты проголодалась, дочка? Хочешь что-нибудь? Ну, давай съедим булочку, как в старые времена. И чай. Только пойдем потом на набережную и там отдохнем. Хорошо, я сейчас куплю. Хорошо, доченька. Слушаю, Кенан. Милек, у меня к вам просьба. Говори, что смогу, сделаю. Хазал рядом? Дорогой, Хазал замужняя девушка. Пожалуйста, не проси меня об этом. Она выбрала свой путь. Мне тоже нужно выбрать свой. Я не смогу так дальше жить. Обещаю вам. Я задам последний вопрос. И больше никогда не приду к ней. Прошу. Пожалуйста. Очень красивый. Чай? Нет. Стамбул. С тех пор, как я приехала, впервые спокойно смотрю на море. На Стамбул, на Босфор. Впервые показался мне красивым. Булочка-то очень вкусная, хрустящая. Хочешь еще? Нет, я наелась. Я куплю еще чаю. Тебе взять? Не беспокойся, я сама схожу. Нет, нет, я сама. Ты посиди. Не беспокойся, я сама схожу на море. Не беспокойся, я сама схожу на море. Чего ты так быстро? Кенан? Откуда ты тут взялся? Как нашел нас? Нам нужно поговорить. Нам не о чем говорить. Тебе лучше уйти. Скоро за мной приедет Генжер. Уходи. Никуда не уйду, пока не поговорим. Нечего говорить. Ты не понимаешь? Не понимаю. Не понимаю, Хазал. Ты ведь не ради денег меня бросила. И мужа своего не любишь, я знаю. Ничего ты не знаешь. Ты не любишь в Урала, я знаю. В ту бурю, в тот вечер, в том... Забудь тот вечер, Кенан. Ты свободен верить во что угодно. Но я сказала все, что могла. Все, уходи теперь. Сейчас Генжер за мной приедет. Уходи. Оставь меня в покое. Хорошо. Я уйду. Но я попрошу у тебя кое-что. И тогда уйду. Сними черную жемчужину и отдай мне. Легенда этой жемчужины написана не про фальшивую любовь. Она о бесконечной любви, Хазал. Мы не справились. Позволь, отдам той, которая заслуживает. Кто заслуживает? Кто это? Вы разве не расстались с Эмре? Или появилась другая? Какая разница, кто это? Ясно же, что ты не заслуживаешь. И нет смысла тебе ее носить. Верни мне ее. Верни мне ее. Ну давай, чего ты ждешь? Для тебя она не имеет значения. Нет смысла носить ее. Позволь, я отдам той, которая меня действительно любит. Разве не у нее должна быть жемчужина? Давай. Ты прав. Забери и отдай, кому захочешь. Той, которая ее заслуживает. Так и будет. Вот увидишь. Ты увидишь, что я сделаю. Я чувствую, что-то не так. Не знаю, что. И ты не говоришь. Хорошо, не говори. Но какой бы ни была причина, ты выбрала свой путь. И теперь я тоже выберу свой. Если ты попытаешься упрекнуть меня за то, что произойдет, вспомни этот разговор. Субтитры создавал DimaTorzok Доченька, все хорошо? Нет, мама. Совсем не хорошо. Что случилось? О чем вы говорили? Что он тебе сказал? Хазал, ответь, о чем вы говорили? Он снова спросил, почему я его бросила. Сказал, что я не люблю в Урала. Не верит. А потом забрал у меня черную жемчужину. Хочет отдать той, кто действительно заслуживает. Мама, я боюсь. Произойдет что-то плохое, я чувствую. Хазал. Звонок в Урал. Не звони, не звони, не звони. Я не хочу с тобой разговаривать. Хватит уже, не звони. Хазал. Ты до сих пор любишь кино, Нана. Нет, это не так. Это заметно. Любишь, доченька. Мама. Ах, доченька. Моя красивая доченька. Ты не любишь в Урала. Точнее, даже ненавидишь его. Когда упоминаешь его имя, когда он рядом с тобой, я же вижу твое выражение лица. Ты несчастлива, дочка. И ты не в силах это скрывать. Почему, милая, а? Зачем ты так поступаешь с собой? Я ничего себе не делаю. Тогда почему слова Кинана тебя так ранят? Почему плачешь? Мама, я не могу сейчас об этом говорить. Мне надо идти, опаздываю. Дочка. Позволь мне тебе помочь. Расскажи мне, почему. Ни деньги. Ни состояния. Любви тем более нет. Тогда почему, Хазал? А? Мама, я прошу, дай мне уйти. Хазал. Нет, не уйдешь. Ты расскажешь мне, почему. Почему? Потому что я должна была... Я должна была выйти за него замуж. В смысле, должна была? Что случилось между вами, дочка? Или... О, Боже, помоги мне, пожалуйста. Хазал! Доченька! Он что, изнасиловал тебя? Мама, прошу тебя, ничего не говори, Кино. Я тебя умоляю, не говори ему. Прошу тебя. Если он узнает, произойдет плохое. Мама, если с ним что случится, я не переживу. Молю тебя, не говори. Не говори. Не говори. Мама, пожалуйста, не говори ему ничего. Легенда этой жемчужины написана не про фальшивую любовь. Она о бесконечной любви Хазал. Ты прав. Забери и отдай, кому захочешь. Той, которая ее заслуживает. Если ты хоть немного надеешься, уничтожь эту надежду. Наша история окончена. Ее больше нет и не будет. Я... Я люблю своего мужа. Согласны ли вы, Хазал Санджак, выйти замуж за Вуралады Мироглу? Согласна. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Как это могло случиться, Хазал? Почему ты ни у кого не просила помощи? Почему не кричала? Почему не сопротивлялась? Хазал, скажи мне, как это могло случиться? Я кричала, кричала, как могла, но мы были вдвоем на яхте. Что ты забыла одна на той яхте с этим человеком? Зачем пошла туда? Как ты доверилась ему? Сказали, что на яхте будет мероприятие. Нужна была официантка, а нам нужны были деньги. Обещали высокую оплату, а мы же готовились к свадьбе. Если бы я знала, разве пошла бы туда? Боже, я с ума сойду. Дочка, ты почему мне не сказала? Почему не рассказала? Почему скрыла от меня? Выйти замуж разве выход? Ты поэтому вышла за него замуж. Я должна была, ради кина она должна была. Я не смогла бы уже выйти за него. Как бы я рассказала ему, глядя в глаза, что произошло? Если бы он узнал, он убил бы в Урала. Сгнил бы потом в тюрьме, я не могла сказать. Поэтому ты так резко изменила свое решение. Поэтому так резко рассталась с ним. Да я его. Пусть Бог накажет этого типа. Я спрошу с него за это. Мама, нельзя. Мама, нельзя. Я прошу тебя. Отпусти. Отпусти меня. Мамочка, не его. Ты меня уничтожишь. Если ты его убьешь, то попадешь в тюрьму. Я не смогу без тебя прожить. А как мне жить? Ты пожертвовала собой. Живешь в таком аду. Как мне с этим быть? Даже то, что он дышит для меня, это груз. Я не смогу. Теперь это все уже для меня не важно. Пусть только с тобой и Кенаном будет все хорошо. Я на это согласна. Нет ничего подобного. Этот человек украл твою молодость. Всю твою жизнь. Украл твои мечты. Я знаю. Знаю. Он забрал все у меня. Все украл. Но послушай, у меня вы остались. Ты осталась. Кенан остался. Остались те, кого я люблю. Я и в тот день пробовала покончить с собой, но не смогла. Но если с вами что-то случится, то у меня не останется причин жить дальше. Не задумываясь покончу с собой, не делай ничего, прошу. Доченька. Доченька. Я не отпущу тебя в этот ад. Я должна идти, мама. Ты не обязана идти. Я не могу тебе этого позволить. Стану стеной, но не пущу тебя. Не бойся, доченька. Ничего больше не бойся. Я не боюсь. Я даже не позволяю ему подходить и спать со мной. С тех пор, как мы поженились, я не позволила ему дотронуться до меня. В Урал мне ничего не сделает, мама. Моя основная цель – защитить вас. Помнишь, ты однажды сказала мне, что сила любви не в устах, а в руках. И если не сделаешь все, что в твоих руках, ради любимых, то грош цена твоей любви. Зачем я это делаю? Я защищаю своих любимых. А ты что бы сделала? Я бы сделала то же самое. Поэтому не волнуйся. В Урал мне ничего не сделает. Не сможет. Я – смысл его жизни. Не будет меня, не станет и его. Пусть твоя душа будет спокойна. Доченька. Доченька. Я нашел его. Я сейчас рядом с ними. Хорошо. Привези ее туда, куда я тебе говорил. Хорошо, привезу. Любимый, мы же договорились, ты не должен звонить. А я не смог удержаться, очень соскучился. Я тоже соскучилась. Сибель, вернулись госпожа Джанан и господин Урал. Тебя просят подойти. Любимый, мой брат пришел, может поговорим позже? Стой, 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 секунду. Секунду, Эмре, нам надо встретиться. Сейчас? Ты не можешь выйти на часок? Придумай что-нибудь и выйди. Хотя бы ненадолго. Очень важно. Не думаю, что смогу выйти. Говорю же, брат приехал. Эмре, мне нужно с тобой обсудить кое-что важное. Говори, я слушаю. Тогда слушай. Эмре, что делаешь? Да ничего, сижу вот. Тогда готовься, мы едем в ресторан. С чего вдруг? Откуда такая идея? У меня есть важная тема, которую я хочу обсудить с тобой и с Хазал. Я забронировал столик в ресторане Туке. Не волнуйся за меня. После всего случившегося, что может быть хуже? Со мной все хорошо, мама. Серьезно. До встречи. Домой? Нет. Господин Вурал сказал отвезти вас в ресторан Туке. Сам он в течение часа к вам присоединится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И откуда взялась эта идея с рестораном? Почему мы едем туда? Ничего не знаю. Господин Вурал приказал отвезти вас туда. Приказал? И зачем? Что мы там будем делать? Этого мне не сказали. Моя задача всего лишь отвезти вас в тот ресторан. Он приказывает, ты выполняешь. Жить, прислуживая психически больному человеку, тяжело. Не так ли, Генжер? Я не понял вас. А обо мне ты все прекрасно понимаешь. Просто делай швид. Ты выполняешь все, что они говорят, не задавая лишних вопросов. Иди сюда, приди туда. Встреть того. Приведи этого. Не спрашивай, а делай. Мне очень интересно, на что еще ты готов ради них? Убить кого-то? Или отдать свою жизнь? Закопай в такую глушь, какую сможешь найти. А потом... Забудь это место. Хорошо сделаю. Ты не ответил, Генжер. У этого нет конца? Интересно, когда ты скажешь мне замолчать. Я всего лишь выполняю свою работу. Спасибо вам обеим, что приняли приглашение. С чего вдруг этот ужин в Урал? Это праздничный ужин. Сегодня четыре месяца с момента, как я тебя встретил. Не получалось праздновать раньше. Теперь будем каждый месяц. А меня зачем позвал? Может, лучше было бы оставить вас наедине? Потому что поводов два. Вторая причина – то, что к тебе вернулся разум. Празднуем наше избавление от Кенана. Ну же. За вашу красоту. За то, что мы вместе. За нашу семью. Мне действительно везет. Со мной рядом две самые красивые женщины в мире. Жена и сестра. Пусть заберут у меня все. Пальцами шевельну. Но если тронут вас, я не моргну в глазах. Неважно. Вы самое ценное, что у меня есть. Если позволите, я отойду ненадолго. Ты сняла жемчужину? Да, надоело. Это хорошо. Она и мне надоела. Имра, спокойно. Спокойно, это я. Успокойся. Кенан, любимый. Хазал. Скажи, Кенан искал встречи с тобой? Спрашиваю, потому что от него можно всего ждать. Почему меня спрашиваешь? Спроси того, кто следил за мной. Хазал. Ответь мне, пожалуйста. Не искал. Зачем ты пришел? Они тебя увидят. Ладно, успокойся. Хотел сказать что-то важное. Не успел. Ладно, ладно. Давай вечером зазвонимся. Прошу тебя, нас поймают. Нет, будет поздно. Я сейчас скажу, хорошо? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Послушай, дорогая. Ты моя семья. Ты моя жена. Этот человек жаждет мести, не понимаешь? Хочет уничтожить меня. Он знает, что ты мое слабое место. Я обязан защитить тебя и мою семью. Что это в Урал-де-Мироглу? Боишься какого-то рыбака? Не рыбака какого-то. Я боюсь потерять тебя. Люди теряют то, что им принадлежит. Я принадлежу тебе? Нет. И никогда принадлежать не буду. Поэтому не стоит бояться. Этот мерзавец не знает, что, ошиваясь вокруг тебя, Иемре сам себе роет могилу. Но я заставлю его за все заплатить. Ты ворвался в нашу жизнь и превратил ее в кошмар. Если кто и заплатит, так это ты. Дорогой, ты серьезно? Я серьезен, как никогда. Но завтра утром мы должны быть там. Ну, как я объясню свой уход на рассвете? Не знаю, придумай что-нибудь. Найди повод. Я обязательно найду. Ты делаешь меня такой счастливой. Ладно, иди. Иди, иди, а то нас увидят. Хорошо. Значит, завтра в десять. Смотри, не опаздывай. Хорошо. Пока, дорогая. Найди повод уйти, хорошо? Хорошо. Расслабься, Иемре. Не стоит скрывать свою радость. Я видела Кинана. Вы все еще вместе. Не расстались. Ты расскажешь Вуралу? Не расскажу. Потому что знаю, что произойдет. Но ты совершаешь большую ошибку. Ты станешь пешкой в их игре. Ты стала говорить, как мой брат. Может, это единственный, в чем Вурал прав. Ты все еще не забыла Кинана, так? Дело не в этом. По-моему, именно в этом. Тебя злит, что Кинан забыл тебя и влюбился в меня. Кинан не влюблен в тебя. А в кого? В тебе? Ты не понимаешь. Это никакая не любовь. Пойми уже. Его цель – отомстить мне и твоему брату. Он пользуется тобой. То, что он появился, стал партнером в компании – совпадение? Очевидно, он играет тобой. Хочешь сказать, любящий не станет играть чувствами, так? Конечно, не станет. Тогда то, что было между тобой и Кинаном, тоже не любовь? Поиграв с ним, ты вышла за Вурала? Вообще-то, я очень ценю твое мнение касаемо любви, ты знаешь? Пока ты отговариваешь меня, я не сомневаюсь, что буду счастлива и сделаю счастливым Кинана. Не помешаю. Нет, входи. Зашла просто проведать тебя. Поговорила с мамой? Как она? А что с мамой? Здесь был скандал. И я хотела спросить, все ли в порядке? Мама приходила сюда? Ну вот, я, наверное, сказала лишнее. Ой, ты правда не знала. Она приходила, накричала на Вурала. Правда, своими глазами я не видела, но не буду обманывать. Мама, что случилось? О чем вы говорили с госпожой Милек? Две матери наедине договорились. Ничего интересного. Не переживай. Ты в этом уверена? Я видел ее лицо. Она готова была меня убить. Уверена. Выбрось из головы. Не волнуйся, тема закрыта. Она замолчит. Почему ты меня не послушала? Я же сказала, не вмешивайся. Не сдержалась, сказал. Не смогла, дочка. Ты моя жизнь. Моя малышка. Пока он за все не заплатит, мне не будет покоя. Мамочка, послушай. Если ты любишь меня, если хоть немного думаешь обо мне, забудь о том, что я рассказала. Обещай. До тех пор, пока ты в этом аду, у меня нет жизни. Мама, мне не сбежать из этого дома. Не сбежать от судьбы. Мой рай был рядом с Кенаном. Но двери этого рая для меня навсегда закрыты. До самого конца. Этого места больше нет. Куда бы я ни пошла. Мама, если любишь меня, не продолжай. Не вреди ни себе, ни мне, прошу. Умоляю, мама. Имре, выходи. Мы опаздываем. Ну же. Ни в коем случае. Да. И жених до свадьбы не должен видеть платье. Плохая примета. У нас свадьба через час. Так или иначе, я увижу платье. Тебе не стоит прятаться за шторами. Давай, выходи уже. Не верь, это неправда. Ладно, ладно, выхожу. Ну как? Мне идет? Очень идет. Спасибо тебе за все, любимый. Это лучший сюрприз в моей жизни. Я не хотел, чтобы ты осталась без свадебного платья. Я так люблю тебя. Ну как? Тебе правда нравится? Нравится, правда. Тебе очень идет. Правда идет, любимый. Очень красиво. Только вот уже поздно. Давай, переодевайся и поедем. Я не могу поверить. Мы действительно скоро поженимся. Что такое, любимый? Ничего. Пойдем, собирайся. Поедем уже. ЗАГС. Дорогой, я сейчас просто умру от волнения. Идем. Идем. Что-то случилось? Куда вас отвезти? Не знаю. Вы поезжайте, я скажу. Хватит. Больше не могу. Забери. 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 Забери мою жизнь. Но дай мне сил. Прошу. Хватит. Забери мою жизнь. Пойдем. Кенан, все хорошо? Хорошо? Что случилось? Что-то произошло? Сегодня такой счастливый день, а на твоём лице грусть. Прости. Я не смогу. Чего не сможешь? Жениться на тебе. Не могу. Не понимаю. Кенон, что ты говоришь? Прошу, прости меня. Я думал, смогу, но... Это не так. Послушай. Я не смогу причинить тебе зла. Я не смогу причинить тебя. Я не смогу. Я не смогу. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Хазал Санджак умерла в тот день на яхте. С тех пор есть только Хазал Дамираду. Я не упаду. Клянусь, не упаду. Я не покорюсь судьбе. Каждый, кто причинил мне боль, заплатит за это. Что происходит? Что случилось? Она не дышит. Она не дышит. Звоните в скорую. Звоните в скорую. Скорую, скорее. Звоните в скорой. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Увеличить кислород Дайте антигистамин Сестренка, пожалуйста, приди в себя Пожалуйста, прошу вас, сделайте что-нибудь Пульса нет, сердце пациентки остановилось Имре Начинаю непрямой массаж сердца Что это значит? Что это значит? Имре Сестра Готовьте адреналин Имре Открой глаза, сестренка Прошу тебя Пульса все еще нет Адреналин готов? Держи, Семре Давай же Заряжайте дефибриллятор На сто пятьдесят Готово На двести Не получилось Давай, пожалуйста Триста шестьдесят Давай же, Эмре Готово Давай, милая Еще триста шестьдесят Мама, что случилось? Ты мне звонила несколько раз Дочка, почему твой телефон выключен? Целый час пытаюсь до тебя дозвониться Я не заметила, что он выключен Что случилось? Что у тебя с голосом? Казал Имре стало плохо Ее забрали в больницу Что? Откуда ты узнала об этом? Какая разница? Ей было очень плохо Она даже не дышала Когда ее скорой увозила В какой она больнице? Этого я не знаю Ладно, я сейчас все узнаю Хорошо, потом и мне сообщи Хорошо, сообщу Хорошо Боже, помоги этой девушке В больницу Дочка Пустите Успокойся, мама Успокойся, мама Имре, отпустите Скорее, торопитесь Родная Была остановка сердца Вкололи ампулу адреналина Пульс слабый Родная Боже, спаси ее, прошу Боже, спаси мою дочь Доктор, прошу вас Помогите ей, пожалуйста Реанимация Вам сюда нельзя Доченька моя Ангелочек мой Брат Что с ней случилось? Скажи что-нибудь У нее сердце остановилось Руки Руки ее были, как лед Лицо побледнело Она была при смерти Доченька, держись Прошу тебя, держись Боже мой Милая, вернись к нам, вернись Родная Слушаю, Хазал Мы в больнице Отделение реанимации Мама Мама, не переживай Не переживай, все будет хорошо Мамочка Мама Боже, помоги ей Забери либо мое сердце Либо мою совесть Я не смогу с этим жить ИМРЭТАМ? Как она? Не знаю Мы ее чуть не потеряли Доктор вернул ее к жизни Все случилось из-за меня, Хазал Из-за меня Почему из-за тебя? Она ведь рядом с тобой была очень счастлива Что случилось? Что ты сделал? Ты что, разбил ей сердце? Как ты смеешь стоять тут и ждать? Успокойся Отпусти В Урал, успокойся Как успокоиться? Из-за него моя сестра умирает ИМРЭ поправится Успокойся В Урал Здесь не место И не время Как раз время Надо было давно тебя прикончить В Урал Хватит Моя дочь сейчас борется за жизнь Мама Все, что случилось с ИМРЭЙ Из-за него С момента их знакомства Какой это приступ по счету? Он же рушит ей жизнь Прекрати уже Хватит Ни ваша конкуренция Ни компании Ни ваши чувства Меня не волнуют Молись Чтобы с моей сестрой Ничего не случилось Либо тебя никто не спасет, рыбак Увидите ИМРЭЙ Нехорошо Я знаю это Как хорошо, что ты рядом Прошу, не оставляй меня Прошу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok